Смотровая площадка Самара. Почти шестерска Самары, только ударение на первую буковку А. Вот это и есть гора Самара. Здесь начинаются две пешеходных тропы. Спускаться не буду, потому что через 5 метров ограждение. Вот это красно-белая, типа шлагбаума. Так, итак, одна тропа идет левее. Вот это и есть гора Самара. И одна правее. У кого есть путеводители, или кто увлекается, вернее, просто так никто покупать не будет. Там, соответственно, есть и протяженность, и степень. Ну, в принципе, я вижу, что здесь относительно подъем не крутой, поэтому степень сложности небольшая. Мы сейчас более-менее утром. Кто будет на арендованной машине, кто рано встает, тому Бог дает. Соответственно, места свободные. Или, может быть... А, почему здесь это место постоянно? Я проезжаю и даже вижу, что негде даже встать вот так вот, постоять 5 минут. Машину вставляют и идут пешочком. Ну, так как вот перекрыто этой лентой бело-красной. Соответственно, пешеходных нет желающих. Ну, и вот уже появилась канарская сосна. Похожа на среднеевропейскую. Иголочки более длинные. Веточки более густые. В поперечном сечении, если пальчиком провести по иголке, одна сторона шероховатая, как наждачная бумага. Так природа-мать побеспокоилась, что основной источник влаги, так как на скалистой основе растет сосна, это дождевые, или их называют посадные облака. То есть, впитывает влагу из дождевых облаков. Так как это южная сторона, юго-западная сторона Тейды, то канарская сосна, вот как раз на этом участке, испытывает дефицит вот этих влаги дождевых облаков. Поэтому более желтенькие, низкорослые, редкие. Ну и в противоположность обратной стороны, вот и северо-западная, и северо-восточная часть острова, там уже во всей красе эти канарские сосны.